На кадрах стандартная по нынешним временам отработанная процедура – заправка медицинского оборудования кислородом. Это кислород, его температура минус 230 градусов, тем более зимой, он даже летом, он в жидком виде находится, справляется в емкости в жидком виде и в процессе преобразуется в газообразный. В сутки в больницах расходуют порядка 30 тонн кислорода. В медучреждениях, на базе которых находятся ковидные госпитали, работают кислородные генераторы. В стационаре 4-й городской больницы 180 койка и 24 располагаются в реанимационном отделении. Было у нас кислородоснабжение, у нас газификатор на 3 тонны, проводка была, но это все уже устарело. И поэтому, конечно, модернизация была необходима. Что было сделано? В первую очередь нам закупили газификатор на 10 тонн, и поэтому у нас наш трехтонник и новый газификатор на 10 тонн, это очень большое подспорье для нас и для оказания медицинской помощи. Изменилось колоссально, конечно, потому что, по той причине, что, во-первых, оборудование все новое, и требует оно определенного давления работы в системе, чтобы кислород был с определенным постоянным давлением. Все стандартно, все очень быстро. Переключение от аппарата ИВЛ на аппарат Боброва, либо от одного аппарата на другой аппарат происходит без проблем. К тому же в больнице заменили внутреннюю и наружную системы кислородоснабжения. Старые вентили, реанимационные койки оснастили консолями с подачей кислорода для ИВЛ. Закупили маски с высоким потоком кислорода и клапанами. Появилось 47 кислородных концентраторов. В прошлом году больница получила 1300 тонн кислорода, максимальное использование которого пришлось на октябрь и ноябрь. Мария Левина, События.